СЕВЛОД ЗИНОВЬЕВИЧ НЕСТАЙКУ В СТРАНЕ СОЛНЕЧНЫХ ЗАЙЧИКОВ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Чудесная сказочная страна Ластовиния раскинулась на берегу моря-океана Среди дремучих лесов, синих гор и золотых долин Жители ее — листовины, все рыжие, веснущатые И не только люди, звери в этой стране тоже с веснушками Ластовины издавна любили трудиться Они выращивали чудесные сады В них росли такие деревья, которых нигде больше не было Конфетные Дважды в году эти деревья покрывались вкусными шоколадными конфетами На радость всем детям Ластовиния была свободной страной Но однажды в бухту, добро пожаловать Гостеприимно открытую для всех мореплавателей Неожиданно вторглись чужеземные корабли с черными парустами Флотилия из далекой заокеанской страны хулигании Пиратская армия хулиганцев высадилась на берег и заполнила всю Ластовинию Хулиганцы начали грабить и разорять страну Издеваться над ее жителями Особенно тяжело приходилось детям Хулиганцы ненавидели их и не давали им житья Разве можно было терпеть, чтобы хулиганцы издевались над детьми? Тогда-то на помощь и пришел мудрый дед Чудодей Знаменитый фокусник и дрессировщик Старейший артист цирка Говорили, что он понимает язык зверей и птиц И часто в лесу разговаривает с ними Ластовины очень уважали деда Чудодея И поэтому согласились с его предложением Спрятать детей в дремучем лесу Куда не доберется ни один хулиганец Хулиганцы пришли в ярость Когда, проснувшись однажды утром Увидели, что из Ластовинии исчезли дети Они обыскали всю страну, но не нашли даже сломанной детской игрушки А тем временем в дебрях тропического леса На большой светлой поляне выросла необыкновенная колония Пристанище добрых друзей Которую строили дети И помощники у них были необыкновенные Кроты Могучие горные орлы Обезьяны-верхолазы Добродушные великаны-слоны Хорошо жилось детям в колонии Спокойно и безопасно Никто их не обижал Никто не издевался над ними Старый дрессировщик Каждую неделю устраивал для них церковные Церковые представления Дед Чудодей любил всех детей Живущих в колонии Но с одним мальчиком он подружился больше всего И сделал его своим помощником Было мальчику 9 лет Звали его Веснушка Сообразительный и подвижный Он был любимцем всей колонии Самыми близкими друзьями Веснушки Были слон Бреус И обезьянка Мандрика Вместе они ходили В увлекательные походы В лесные дебри Какие необыкновенные травы Какие удивительные звери Встречались им на пути Как-то раз Когда друзья шли по лесу Раздался выстрел Потом другой Третий Слон Бреус остановился Как вкопанный Тяжко вздохнул И повалился на бок Веснушка Веснушка упал в кусты Ударился И потерял сознание Когда он открыл глаза То увидел Что над ним стоят трое верзил с винтовками Это были хулиганцы Биль Каналья Джон Дыбуль И Том Паук Немедленно веди нас туда Где прячутся беглецы Веди А не то прикончим тебя Еще минута И пришлось бы навсегда Распрощаться с Веснушкой Он сам это хорошо понимал Но вот так бессмысленно умирать И он повел хулиганцев В лесные дебри Как можно дальше от колонии Неожиданно по лицам хулиганцев Запрыгали какие-то огненные пятна Бандиты крутились на месте Закрывая глаза руками Кричали и ругались Но были беспомощны Как слепые котята Веснушка Увидев Что они не обращают на него внимания Бросился на утек Только ночью добрался Веснушка до колонии Но там никто не спал В эту ночь мальчик Долго не мог уснуть Он думал о том Как тяжело жить в стране Где господствуют жестокие хулиганцы Которые издеваются Грабят И убивают ни за что Не горюй Недолго будут хозяйничать хулиганцы На нашей земле Успокаивал мальчика Три дня господин В дверь Тридцатой комнаты Заглянул Веснушка Хотел сказать Нет, я ни за что не пойду Я верю с вами И убежать, но... Пробормотал Да-да Я согласен Веснушка Веснушка еще надеялся Что дед не отпустит его Ах, пожалуйста Господин мрак Пожалуйста Берите мальчика Хоть навсегда Он мне совсем не нужен Пришлось Веснушке Собираться в дорогу Он завязал Маленький узелок Все свои вещи Стоптанные башмаки Курточку Перешитую из маминой Старой копты Пару белья И еще Сломанный складной ножик Который достался От отца И в тот же день Они отправились в путь Все жители колонии Вышли провожать их Всем было жалко Расставаться с Веснушкой Веснушка И господин мрак Шли по дороге Которая тянулась Через безлюдную Сожженную солнцем Степь Ничего, ничего Потерпи Скоро стемнеет И тогда сразу же Станет легче Говорил господин мрак Мальчику Наконец Солнце зашло И землю Окутал сумрак Господин мрак Махнул плащом И мальчику показалось Что от этого Совсем погасло Солнце И воцарилась Темнота В тот же момент Господин мрак Поднял Веснушку На руки И они С бешеной скоростью Помчались Вперед Через кромешную Темень И вот Веснушка Уже стоит На земле А перед ним Озеро Господин мрак Подвел мальчика К самому Озеру Схватил его За плечи И наклонил Над водой Лишь только Лицо Веснушки Отразилось В воде Получилось Чудо Обычное Озеро Застыло И стало Зеркалом Деревянной Зеленой Раме По ту сторону Этого Волшебного Зеркала Сказал Господин мрак Страна Солнечных Зайчиков Мы должны Пройти туда Ты слышал Что-нибудь Об этой Стране? О Стране Солнечных Зайчиков Мальчику Рассказывала Его бабушка Но Где они Живут И откуда Каждое Утро Разбегается По всей Земле Делать Свои Добрые Дела Никто Не знал Они Очень Скромны И не Любят Чтобы Их Благодарили Поэтому Люди Их Не Видят И Страну Свою Они Засекретили Веснушка Мечтал Увидеть Солнечного Зайчика Однажды Ранней Весной Он Почувствовал Что Что-то Мягкое И Нежное Щекочет Его Лицо У него На щеке Сидел Маленький Солнечный Зайчик И Рисовал Веснушки Мальчик Очень Гордился Своими Веснушками И Всем Рассказывал Как он Видел Солнечного Зайчика Но Никогда Он Не думал Что Ему Посчастливится Побывать В Стране Солнечных Зайчиков И Вдруг У него Промелькнула Тревожная Мысль Почему Это Мрак Хочет Пробраться В Страну Солнечных Зайчиков Конец Первой Части Спешим Послушать Продолжение Пошли Скорее Продолжение следует...